вот это я все пропускаю почему я решил сделать отдельный фильм обозначить его допустим например торговцы смертью что-то в этом роде чтобы было позднее наоборот чтобы это было жутко что ж там железа сейчас покажет а железа покажет вот это дело в том что эти люди которые тут упоминается это все поближе я могу фамилию называть почему это все открытом доступе шестнадцатом году началась страшная в истории садоводства сейчас страшная вещь страшная и вот эти люди я вначале на них полю но вот эти платона ганчика они все до вас это кажется еще не понимает это я потом смотрите я потом все это все это все это кто-то уже видел у меня это все это покажу в отдельном фильме почему ну только один пример глубоко больное дерево покрытое грибами и покрытое лишайниками а глубоко страшно смертельно начинается лечение написать себе что где-то в палате ну не в сумасшедшем доме а допустим реанимации кто-то сказал гниет человек вот гниет быть больше ну вспомните тяжелый случай диабета вот и этот гневать что конечности так нет и отца похоронил у него поселили пальцы в ногах они писали все что кто-то вот так пальцы начал отрезать а вот эти вот филолог полный ноль вот ради заработка идет в эти самые ведущие я почему стоит 6 фамилия назвал 6 если 6 аниме то да я пишу автор сценария в студии они всегда в закулисье вы понимаете им надо продать яд вот это будет все отдельно потом и теперь еще раз я вспоминаю на на нашу эту самую вот когда она мне сказала что она не пойдет ведущие потому что я там не собирается торговать я сказал таня дорогая любимая дочка дочка вот за эти слова это что можно услышать ведь это все ведущие им рассказали как говорят вот сейчас я сейчас быстренько расшифрую вот это вот фильм будет немножко нельзя даже такую возможность упустить нельзя понимаете сейчас поймете вот они вот они вот они вот они все усилитьού если держим скорость гарантии вниз создать уничтожить уничтожить жюниспigi все улыбкой уничтожить уничтожить в чер вот даже не зрение что творят вообще даже не понимая ни чеху представляете вот вот это вот ещё секундочка вот зачем мне фотографии вот это вот сделала. Это саженцы предназначены для прикопа. А вы их знаете. Они мы там знаем. Это о них он говорил. Что эти саженцы на этих самых наклонных подвоях. Но это не мы там знаем. Кто же его пустит на федеральный канал. А вот это почему здесь? Здесь написано. Приготовленных закладки. А я говорю сразу костер. Представляете, сколько выгоды? Если их сжечь. Время год не теряется. Время год потерян. Потом же все равно садить надо. Целый год. И в жизни все кого-то. Если кто-то купит это дерьмо. Год. Ядохимикаты тратить не надо. Они будут медленно убирать и будут поливать, поливать. Так нет? Вот. Людей травить. Все травить. А они умрут. Все. Они умрут. А что она в этом понимает? Вот эта вот девушка. Ну что? Что ты понимаешь? Чего ты лезешь? Куда ты это? Знаете, как где-то профессор смотрит в этот самый ежеворожение это. Смотрит в микроскоп. Подошел, допустим, кто-то с ремонтной службы там, средства столяр. Говорит, займи микроскоп. И давай гози забивать. Вот они гози забивают. Вот. И вот что получается. Это называют пляски святого вида. Это вообще все уничтожит. 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 Ничего не понимаю. Не отдавайся отчет, что творит. Уничтожит. Уничтожит. Это все будет в отдельном фильме. Я сейчас скажу самую главную мысль. Это все потом я расскажу. И что получается? Как я расскажу? Сейчас поймете. Вот приходит весна. Казалось бы, самое безобидное дело. Что может быть правильно? Профилактическое опрыскивание. И вот весной. Я маленький только сюжетик. Это я готовлю фильм снимать. Вот. И вот пришла весна. Маленький. А еще ничего. Все спит. Насекомые сидят по своим нормам. Они есть такие. Правда, больше из них полезные. Я потом это покажу и докажу. Что на каждого вредителя находится сотня полезных. Поэтому сады-то целые. Это у нас целые. Мы же не опрыскиваем. А им это в голову не приходит. И вот первое опрыскивание профилактическое. Но уже после этого весна прошел дождик. И все. Еще не убили ни одного вредителя. Профилактическое. И там сроки. Вспомним. Еще только снег сошел. И все это попало в почву. Грибы. Сгорели. Или там это. Грибы. Грибы. Цепочка. Грибы. Мекориза. Черви. Возмежные элементы. Самые главные эти. Муравьи. Все. Потом дерево, оставшись без питания. Без защиты. Вот. Начинает болеть. И на него накинулись. И теперь уже точно надо опрыскать. А теперь уже надо. И снова дерево восстановилось. Прыскать. До самой осени. Проданы эти яды химика. А ты в голову не приходишь. Это до первого дождя. Вот. Не понимая. Я разговаривался. Вот. Моя любимая. Это самое. Когда. Богатый там допустим. Граф. Говорит. Этому. Слуги. Слуга. Закрой. Окно. Пожалуйста. Я не собираюсь за свой счет. Обогревать вселенную. А они собираются. Вот оно дерево. Вот такое. Как перед вами допустим. Опрыскали. Облили его. На расстоянии. Несколько квадратных метров. Плюс высотой метра два. Все. Нет ни живых. Ни бактерий нет. Все же. Бактерий нет. Она же не знает. Слово такое. Бактерия. Она же не знает. И все это все уничтожено. Ведь продают-то вот эти сранцы. Знаете почему? Три литра на дерево выливают. А что я смеюсь-то? Тут плакать надо. Вот. Потом. Значит. Все. Ничего нет. Полезного уже не будет. Но потом. Конечно. Муравьи. Когда дождь пройдет. Потом муравьи приползут. Это уже деревян охота. Но самое главное. То, чего они боялись. Соседних деревьев. Соседнего участка. Проходит несколько дней. Все восстановилось полностью. В Тибетах. Дочкой назвать ее. Как-то язык не поворачивается. Вот. Потому что я дочкой назову тех, кого люблю. Ну, что ты думаешь-то? В конце концов. Ты едешь тогда. Вон. Забор. За забором тоже попрыскаешь. И с той стороны забор. А у тебя хватит ядов химикатов? А помните этот совет? Он тоже. Договарьтесь с соседями и всем поселком прыскайте. И это не поможет. Ну, вот такой я буду готовить этот фильм. Пойдем дальше. А пока смотрите. Смотрите. За этой дурью. Ну, кто-то видел, да. Вот это вот те, которые... Я почему... Еще раз. Нам нужны новые люди. Почему? Сейчас, знаете, как? Как можно дождаться новых времен? Сейчас, секундочку. Где у меня книга? Усенка. Я сейчас у кого-то держал. О-о-о. Может, это судьба? Что я не вижу? Ну, как держал? А мы потом переустроим. Посмотрим. Вот. Итак. Значит, и... Лисенко. Так. В полном забвении. А значит, все, что он придумал в полном забвении. Мичурина все время. Да, перехватили. Потом его закопали, похоронили и сказали забыть. Вот. И в том числе забыли витатиногевизацию. Страшная вещь. Полный тупик. А мы уже там... Значит. Витинков. Значит. Самые такие... Самые-самые. Горноулов. Потом. Значит. Тарцева небесная. Боднар. Вот. Ну, остальные я уже упоминал фамилии. Сходу не могу вспомнить. Но если не менее значимые. Вот это есть те, кто на современном уровне еще поддерживает издыхающую науку, до сих пор издыхающую. Вот. А вот такие люди, это как... Она не так, как вот наша вот героиня сегодняшняя. Вот эта вот героиня, она никогда не откажется быть ведущей. Вот. И я тогда что подумал? Надо эту тему довести до ума. Значит. Мне написало письмо или звонило письмо, по-моему. Одна из наших. Вот сейчас спроси мне кто, не помню. Она сказала, я была на ВДНХ. А я хотела увидеть работу вот этих звезд. Так. Они же не просто работают. Они брали худший вариант вот этого дурь. Вот. Значит. Тайком подворачиваюсь, чтобы мы не видели, что саженец-то был дерьмовый. Что на самом деле тут никакого кома земли нет. Отвернулись, отрезали, отвернулись. Показали нам такие сочные места. Но так, чтобы мы не видели, что кома-то нет. Видите, как я снимал? Нету кома. Почему? У них не нашлось хорошего саженца. А посреди лета можно вот это выразить? Вот. И вот это вот. И вот получается, женщина, наш человек пишет мне. Ну, чуть-чуть не хватило времени. Я так хотел найти этот павильон. Ребят, пожалуйста, найдите этот павильон. Это будет последняя, еще одна такая хорошая-хорошая гвоздь. Знаете, куда? Куда этот гвоздь? Почему? Потому что это все невыносимо, вот это все. И что это означает? Где? Где павильон? Обратиться можно любой из нас. Обратиться к жителям москвичей. Наши там тоже есть. Дирекция ВДНХ. Не может не знать, где проходят съемки. Не может. А у них больше 100 фильмов там сняты. И пусть покажут прекрасно просветающие деревья. Ведь начали в 16-м году. В 16-м году вот садилось вот это. 17-го года, 20-го года, 20-го года. Так им уже все. Там уже фруктом завал. Наши-то, скажи, Лена Садна, на 34-й год мы уже обжираемся этим же абрикосами. А там-то текрем и теплее. Вот этот я хотел отметить момент. Но фильм я про них создал, потому что это невыносимо. Так. И вот получается выше уничтожитель муравейников. Если мы вот эту мысль не оставим, они же не просто уничтожают муравейники. Они же уничтожают все, все плодородие, чтобы уничтожить муравейники. Это значит оставить без защиты деревья раз. Да и в прямом смысле просто ядцы. Яд, яд он не против муравьев, он же против всего, всей природы. Ну, пробовал я, выступал. Вот еще одна капля в море. Ну, вот скажите, от того, что тут сидит 30 человек, сильно поменялось в Сайногорске? Вот. Нет. Телевидение отказывается меня показывать. Все, исчезли спонсоры. Были спонсоры, меня показывали два года, пять раз в неделю, с ранней весны до поздной осени. Я надеюсь, я какую-то пользу в Сайногорску принял. А сейчас они говорят, нет спонсора. То есть никто не хочет платить за рекламу, потому что вам показали, допустим, сюжет мой, ну, пятиминутный. А потом, бог, купите то-то. Ну, и этого нет, все. Дальше телевидение, а я бы как делал, помните? Я телевидение сделал качественные съемки. Я просил у них рабочий материал, они мне давали рабочий материал. И я делал свои фильмы. Вот тут часть из них, часть из них, вот, вот они. Здесь есть телевизионная фирма, хорошими качествами. Но, к сожалению, больше телевидения с одного, что не интересует. У них нет денег и так далее. Ну, а почему я еще, вот, еще пару минут. Ничего, у нас еще будет целый час. Начали мы немножко, так сказать, запинать. Посмотрите, я вам сейчас приведу пример, почему нам нужно новые люди. И почему нам нужно новое телевидение. И вам вдруг, я иногда думаю так вот, есть ОРТ, общественное телевидение. Там не должно быть реклама. Это для людей. А почему там нельзя несколько минут каждый день показывать очередной сюжет? Я бы сотню, две, пять присутин сочинял для них. Почему нет? Вот. Но, вы сами понимаете. Присылает меня мой сын с Нариской, а там, значит, это. АИФ написано. У нас там три миллиона. И показывает это самое. АИФ, вы знаете, что такое АИФ? Это всегда была газета номер один в России. Огромная газета. Огромный тираж. И там опять раздел с удовольствием. И там все вот это. И все вот это вот это. Все вот это вот это. Вот. Как их переделать? Пока на всех не формируется, мы сделать ничего не сможем. Например, только один. Нет, давайте-ка я вам уже показывал. Я оставлю это для отдельного фильма. Нет, давайте-ка я вам уже показывал. Продолжение следует...